А кто не знает, давайте с этого начнем. Ну ладно, говорите, пожалуйста. Я же православный человек, соответственно, я знаю, что существует. Я слушаю вас. Я вас ютуб смотрю. Говорите. Какой вопрос у вас? Скажите, пожалуйста, как правильно научиться жить? По Евангелию, по Слову Божию. Другого нет пути. Я все понимаю по Евангелию хорошо, по Слову Божьему тоже хорошо, знаем мы и Слово Божье, и Евангелие в том числе. Я другое скажу, как не грешить в этой жизни? Не грешить? Рожденный от Отца, апостол Иоанн говорит, не грешит. То есть ему настолько это противно, что он даже, если курит, его не тянет, он даже запаха не переносит. Прямо написано, не грешит, а потом говорит, ты не можешь грешить. Даже я внутренне метнулась-то сделать, не буду делать никак. Почему? Потому что будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Посмотрите, я курил сигареты не так давно. Зачем? Ну вот послушайте, я курил сигареты не так давно, это очередной раз, когда я бросил сигареты курить. Но на сегодняшний день курю, ну электронные сигареты, знаете, наверное, да? Ну я знаю, 13 лет жизни отнимает. Вы самоубийство. Ничего сделать не могу, ничего сделать не могу. Потому что делающий грех есть раб греха. Если сын вас освободит, свободны будете, говорит Иисус Христос. Все. У меня обращение к Богу было в 23 года после армии. Передо мной вся жизнь была открыта. Мне Бог так много дал. Знания нескольких иностранных языков. Работаю на море. Поступаю в высшее мореходное училище. 14 человек в конкурс, я прошел его свободно. Я знаю, вы такой святой на самом деле человек. Я знаю, об этом я вас иду смотрю очень часто. Я добиваюсь разрешения сдать три курса за год. Не дымите-то во время разговора. На одном из трех иностранных языков. Не надо прятаться, не надо. Лучше подождите маленько. И в это время мне Евангелие в руки дали. И моя жизнь через полчаса вся изменилась. Вся. И до утра весь караван кораблей узнали, Латкин сошел с ума. И вот ровно 60 лет я несу это Иго. А мне 83 года. Это радостная Иго. Я прошел тюрьмы, лагерь, пытки. Что только не было надо мной. А я живой остался. Я в курсе. Я в курсе. Я вашу историю знаю. Вы помолитесь, чтобы Господь вам дал рождение свыше. Прямо своими словами молитесь. И тогда вас Господь освободит от всех ваших. Мы сейчас кончим говорить, и я буду молиться о вас. Мы вместе помолимся. Если вы согласны, я скажу аминь. И вы скажете аминь. Аминь. То есть молитва делается вашей. Давайте, давайте. Так, вопросы пока оставим, пока не обратите, чтобы время не тратить. Выбросьте из руки эту гадость. Чтобы не прикасайтесь. Я сейчас встаю. Остаю. Я в сторону. Так, попрошу всех присутствовать на молитве. Помогите. Человек нуждается в этом. Молоденький, подойди сюда. Подожди. Брат, подойди сюда. А ты стань с этой стороны, с левой, стань сюда. Вот сюда. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил. И всего, что не слабит тебя. Слово твое, Дух Святой, освобождают человека от влечения ко греху. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ну все, вот, Максим. Заходите по Скайпу, установите Скайп. Скайп установите. Запомните, Скайп. У меня есть Скайп, но у меня просто работа связана с интернетом. Честно, вот скажу, как есть. Знаете, что? Сейчас не говорите, я ухожу. Я ухожу уже. Скайп установите. Игнатий Лапкин, звонок дайте. Я все вам скиду и буду встречаться каждый день. Скайп. Там встречи. А кроме того, вы еще откройте в Википедии, Игнатий Лапкин. Вы подробно узнаете, кто я. Моя биография одна, но весь интернет такая. 14 специальностей. Я оставил вас в Ютубе каждый ваш ролик смотрю, чтобы он понимал. Ну вот так, Скайп, зайдите, Максим, вы никогда не пожалеете. Скайп, Игнатий Лапкин, звонок и все. Так, до свидания. Отошел. Так, уходи отсюда. Слава Иисусу Христу. Пьяный? Немного.